Трагедия между Арменией и Азербайджаном дала новые плоды. Всех приветствую. Осквернение храмов, осквернение христианских храмов. Это вообще нормально? Я просто не понимаю. Разве истинные мусульмане могут сжигать храмы или писать там что-то на своем языке? Разве это нормально? Мне кажется, не любой мусульманин, как и любой христианин нормальный, не будет ничего делать с чужими церквями или мечетями. Я как нормальный триднестатистический россиянин против осквернения любых религиозных священных мест, тем более Кавказ, где Кавказ является родиной христианского мира. И, конечно, мне хочется выразить соболезнования тем людям, которые покинули свои дома, которые сжигают свое имущество, чтобы потом неким людям оставили это. Я не знаю, добрые эти люди, которые эту землю им выделят, или хорошие, или плохие, но это память. И остается надеяться, что их не тронут, не тронут эти церкви. Да пусть хотя бы их албанскими сделают, чтобы хотя бы их не тронули. Это минимум. По моему мнению, минимум что с ними сделают, это представить как албанские церкви, а максимум разрушат. Это, конечно, печально, но лучше по мне, они лучше станут албанскими, чем будут разрушены. Потому что эти церкви являются почти одним из самых священных церквей христианства. И когда некие наши соседи говорят, что это не серьезная война... Вандализм говорит, это вандализм. Это вандализм мозгенов. Вы понимаете, вандалисты. Все, цепляет колокольчик, нам нужен будет, брательник. Утром на этот, на подъем. А он докопался до него. Он снял его, красава, красава. Я бы твою маму повесил, сын. На все и твоей маме повесил. Если мама мертвая, я бы твоей дочери повесил, сука, бля. Да, да, да. Дочери Зенебля. Да, да, да. Все. Все. И напоследок мне хотелось бы... Сказать вам одну цитату одного царя, персидского царя, Дария I. Армян невозможно уничтожить. Армян можно только разделить. Всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...